Дискуссионный клуб Казанского университета поднял вопрос о месте религии в современном обществе. Сегодня можно будет смотреть. Открываешь, и там всё у тебя есть. Как инновационный проект Казанского университета облегчит процесс добычи нефти? Вода — это проблема чаще всего, потому что ведь чем больше мы добываем воды, тем меньше мы добываем нефти. В Юлабужском институте Казанского университета презентовали IT-класс. А за каких профессий смогут освоить ученики? Смотрите выпуски. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Анастасия Попова. Генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан посетил Казанский федеральный университет. Ключевыми вопросами повестки дня стали перспективные направления дальнейшего сотрудничества. В институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета состоялась первая встреча партнёров проекта «Смарти» и «Расмус Плюс». Все подробности далее. В рамках первой встречи Казанский университет посетили коллеги из Саранска, Москвы, Иркутска и Петрозаводска. Сегодня мы знакомимся, сегодня мы представляем каждый свой университет, мы говорим о своих планах, мы в определенной степени притираемся друг к другу. И у нашего проекта, очевидно, вы об этом тоже знаете, есть внутренние четыре команды, уже не национальные, а в зависимости от целей, которые ставит каждый из этих команд. Напомним, что проект предполагает разработку и пилотирование магистрских программ на английском языке и открытие Центра исследования английского языка как средство обучения. Наш Казанский университет как раз отвечает за то, чтобы у нас не только в российском, не только в национальном масштабе, но и в международном масштабе люди хорошо знали о том, что происходит на нашей платформе, о том, что происходит в рамках проекта, о том, как успешно решаются задачи по внедрению английского языка как языка обучения. По словам Марины Солнышкиной, созданная магистрская программа будет соответствовать стандартам любого европейского университета. Диана Желенкова, Ариадна Кукушева, Виолетта Басова, Универ Ньюс. 24 и 25 марта в Ханты-Мансийске проходил международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица», в рамках которого состоялся конкурс инновационных проектов. Аспирантка Казанского университета выиграла сертификат первой степени на 150 тысяч рублей за уникальную разработку. Все подробности далее. Комплексная технология направлена на решение актуальных задач, стоящих перед нефтяниками. В частности, это вопросы, связанные с повышенным обводнением добывающих скважин, то есть содержанием в них воды. Вода – это проблема чаще всего, потому что чем больше мы добываем воды, тем меньше мы добываем нефти. Месторождения обводняются в течение времени, особенно на последних стадиях разработки, гигантские месторождения, там порядка 90% обводненности. И снизить этот процент помогает как раз-таки эта технология. Простая и дешевая технология также поможет нефтяникам точно знать, откуда идет вода, потому что источников может быть несколько. Еще одно преимущество разработки заключается в оперативности. Ведь если ранее для того, чтобы ответить на эти вопросы, требовалось до нескольких месяцев, то сейчас нефтяники смогут получать информацию уже всего за 2-3 недели. Процесс происходит довольно просто. Отбираются проб воды, мы проводим уникальные наши исследования. И по соотношению каких-то маркеров, свойств воды друг к другу, мы смотрим характеристики воды каждого из пластов. И потом мы можем понять, с какого же пласта у нас идет вода. И говорить о том, что этот пласт, наверное, нужно перекрывать, потому что идет неравномерная выработка запасов другого объекта, который насыщен нефтью. Технология, не имеющая аналогов в России, уже была успешно опробована на различных месторождениях Татарстана. И в настоящий момент проходит процесс патентования. Отметим, что проект реализуется в рамках деятельности научного центра мирового уровня. Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Не стал ли интернет новым объектом поколения? Дискуссионный клуб поднял вопрос о месте религии в современном обществе. Подробности в сюжете. Инстаграм, исповедь и приложение для намаза. Религия в 21 веке не стоит на месте. Инновациями активно пользуются не только молодежь, но и сами священнослужители. С началом пандемии богослужения в некоторых храмах начали проводить в онлайн формате. С подачи Камиля Самигулина, самого молодого муфтия в истории Датарстана, Казанский университет перенес Коран и напоминание о намазе на электронные носители. Разработали приложение, где уже любой желающий, даже священное писание, уже можно не хранить в бумажном виде, а именно может использовать и в телефоне, где бы он не находился. В инстаграме отца Александра более 32 тысяч подписчиков. Ежедневно он отвечает на несколько десятков сообщений от разных людей, которым требуется совет и поддержка. Новая форма взаимодействия с духовным наставником кажется многим более понятной и доступной, чем традиционные методы. Есть люди, которые не придут к тебе именно в пространство храма. Они боятся, у них может быть негативный опыт. В социальных сетях ты с ними равен. То есть они говорят с тобой не снизу вверх, а как с человеком, равным себе, которого они на нейтральной территории. Это в лучшем случае. Да. И в этом плане они, многие из них, готовы с тобой говорить и открыться. Участники дискуссии сошлись во мнении, что использование современных технологий может сделать религию мобильной и понятной молодежи. Важно лишь грамотно пользоваться этой возможностью. Ариадна Кугушева, Универньюз. В Елабужском институте Казанского университета состоялась презентация IT-класса. Все подробности далее. Уникальный образовательный проект объединит школьников, желающих обучаться и строить свою карьеру в области IT-технологий. Специально разработанная программа позволит участникам проекта освоить азы профессий, связанных с анализом данных, машинным обучением и программированием. Преподавателями IT-класса станут ведущие специалисты Казанского университета в области информатики. Занятия будут проходить в кампусе Елабужского института. Основная цель – это собрать в городе и регионе наиболее успешных, продвинутых детей, наиболее способных, желающих, самое главное, обучаться в IT-направлении и дать им путевку в жизнь, чтобы они смогли стать дальнейшими специалистами, чтобы они могли поступить на престижные специальности. Для того, чтобы стать участником нового образовательного проекта, претенденты пройдут три отборочных этапа. По итогам будет сформирован класс численностью – до 25 человек, которым ребята будут обучаться в течение двух лет. Диана Желенкова, Айдар Нурмеев, Универт Ньюс. Практически все аппараты, отправленные в космос, отслужившие свою работу, как правило, остаются на орбите Земли в виде мусора. Чем же опасен космический мусор, расскажем в нашем сюжете. 4 октября 1957 года на орбиту Земли был запущен первый искусственный советский космический аппарат «Спутник-1». Это был мировой прорыв для космонавтики. С тех пор в космос отправляют спутники для определения погоды, для телевидения, ракеты и много других объектов. Что-то выходит из строя и в космос отправляют новые устройства. И на орбите образуется космический мусор. На сегодня их больше 100 тысяч частиц разных размеров. Их количество растет не только по мере запуска других спутников, но и в ходе естественной эволюции. Правда, оговорюсь, это справедливо для спутников на высоких орбитах, где очень мало трения земную атмосферу. На низких орбитах этой проблемы практически нет, потому что за достаточно короткое время спутники за счет трения об атмосферу теряют высоту и входят в плотные слои и просто сгорают. К сведению, низкими считаются орбиты, которые имеют высоту от поверхности Земли условно до 1000 километров. Высокие орбиты – это десятки тысяч километров, где плотность атомов земной атмосферы ничтожна. Образование космического мусора можно сравнить с дорожно-транспортным происшествием на дороге, когда два неуправляемых аппарата с разными скоростями могут столкнуться. И в зависимости от столкновения либо просто деформируются, либо от них отлетают какие-то куски, каждый из которых становится отдельным фрагментом мусора и может причинить неудобства другим. Также и космический мусор, который скапливается годами на орбите, может привести к большой катастрофе при столкновении объектами. Так что же делать уже с имеющимся мусором? Во-первых, его каталогизируют по мере возможности. Понятно, что очень мелкие фрагменты мы наблюдать не можем, но тем не менее все, что доступно наблюдением, оно заносится в каталоге. Есть проекты специальных ловчих спутников, то есть спутников-мусорщиков, которые будут с помощью неких сетей или других устройств собирать фрагменты и, соответственно, их утилизировать. Но пока это концепт. В реальности такие аппараты не запускались. Энджима Небаева, Ленартов Литьяров, Универ-Ньюс. На этом все. В студии была Анастасия Попова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!